Брат Елены Батуриной сообщается, что предприниматели расставали на 48 часов до официального предъявления вины. В Твиттере пишет, что в настоящий момент в офисе Батуриной идут обыски. Его могут обвинить в мошенничестве с векселями компании «Интека», где до 2006 года бизнесмен занимал пост вице-президента. В этом случае ему грозит до 10 лет тюрьмы. Антон Жилнов знает подробности. Антон. Да, Маш, привет. Ну вот, бизнесмен Виктор Батурин был задержан этой ночью в своем московском офисе сотрудниками главного следственного управления ГУВД Москвы. Наш высокопоставленный источник в ведомстве подтвердил, что задержание осуществляли именно сотрудники ГУВД. По его словам, ни о чем больше пока на Петровке 38 говорить не могут, чтобы не оказывать давление на суд. А в суд ведомство обратится уже сегодня с просьбой об аресте. И судебное решение об избрании временной меры пресечения также будет вынесено сегодня, подтвердил нам источник. И уже ближе к вечеру пресс-служба ГУВД будет готова дать официальный комментарий в связи с этим. Сообщается еще, что в офисе и доме Батурина сейчас проходят обыски. Но вот на наш вопрос о месте нахождения бизнесмена, какое из СИЗО выбрано для его временного задержания, источник не сообщил. Обычно, по опыту, можно предположить, что, скорее всего, это СИЗО, собственно, Петровки 38, которая там же и располагается. Но я добавлю, что уголовное дело против Батурина было возбуждено еще весной этого года по статье «Мошенничество в особенно крупных размерах». Однако об этом стало известно только сейчас. Все это время информация держалась в секрете, так как у силовиков ушло немало времени на проведение экспертизы. Собственно, проверяли вексели «Интека» и «Интека Агра». Батурин пытался продать их инвестору из Великобритании за 5,5 миллиардов рублей. Еще один вексель на 250 миллионов рублей был предъявлен на погашение компании «Росагролизинг» в счет долга на поставку сельскохозтехники. И, собственно, первой, кто заподозрила ценные бумаги в подделке, стала предпринимательница Светлана Терес. Она выяснила, что ни в каких реестрах вот этот вексель не зарегистрирован. И уже позже руководство «Росагролизинга» обратилось в МВД. Сам Батурин ранее говорил известиям, что ничего не знает о проверке по делу о векселях, но подтверждал, что у него действительно есть эти ценные бумаги, которые были выданы ему в 2007 году в счет погашения по зарплате. Якобы при разделе бизнеса «Интека», где бизнесмен был вице-президентом, он не дополучил тогда 3 с лишним миллиарда рублей. И вот эти вексели стали такой своеобразной расплатой за неполученную вот эту вот зарплату, хотя Елена Батурина считала и тогда заявляла, что выплатила брату все сполна. И все договоренности были выполнены. И я напомню, что у Батурина и Батурина несколько лет было судебной тяжбы, вплоть до того, что Батурин пытался инициировать заведение уголовного дела против своей сестры. А в 2010 году конфликт, такой апогей этого конфликта настал, когда Елена Батурина буквально обвинила своего брата в воровстве. И еще добавлю, что Виктор Батурин уже был фигурантом одного уголовного дела. В прошлом году он даже получил первый срок, условный, 3 года и штраф 300 тысяч рублей. Тогда его обвиняли в мошенничестве с продажей недвижимости. То есть у него еще не погашенная первая судимость, пусть и условная. И вот сейчас вторая, но судя по настрою нашего собеседника в ГУВД, скорее всего здесь будет все серьезнее и условным сроком не обойдется. Спасибо, Антон. Антон Жилнов, мой коллега. Совсем о другом обыске активисты Другой России задержаны в Петербурге. В ночь на вторник прошел обыск в квартире активистов регионального отделения. Это незарегистрированные партии. Причем полицейские мотивировали свой визит к ним жалобами на шум, который якобы мешал соседям. А потом, когда уже вошли в квартиру, оказалось, что пришли они с обыском в штаб-квартиру марши несогласных, передает Интерфакс со ссылкой на одного из лидеров движения Андрея Дмитриева.